Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! Эфир своего ТВ продолжит программа «Актуальное интервью». А давайте зададим себе вопрос. В каком возрасте ребенок должен уметь разбираться в финансовых вопросах? Ответ – да, со школьной скамьи. И, как показывает практика, у школьников это отлично получается. И наглядное тому подтверждение – Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников. Девятиклассники шестой школы города Ставрополя стали победителями регионального этапа чемпионата. Это те ребята, которые в свои-то годы могут дать форум многим взрослым в управлении финансами о конкурсе. О детском взгляде на взрослые вещи сейчас и поговорим. У нас в студии региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения Ставропольского края Надежда Ивановна Герасименко и капитан команды победителей регионального этапа Данил Михайлов. Здравствуйте, наши уважаемые друзья. Спасибо, что уделили время и пришли к нам в студию. Итак, начнем. Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности был запущен еще в 2017 году. Девять регионов. Один из них – это как раз-таки Ставропольский край. Начнем с вас. История. История этого конкурса, история этого чемпионата. Какой он был и какой он сейчас этап? Да, мы, пожалуй, с этого и начнем. Нужно сказать, что в этом году чемпионат начал свою работу в 2019 году и продолжил в 2020. И к тому времени наши ребята уже были не девятиклассники, а десятиклассники. И поэтому, если возвращаться аж в 2017 год, то мы вспомним, как все это начиналось. Это была разработка консультанта проекта Минфина «Повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации. Развитие финансового образования Российской Федерации». И этот консультант был компанией «Кейс Игра», которые пришли в пилотные регионы. Как мы помним, у нас уже несколько раз обсуждали эту тему финансовой грамотности. У нас в стране работают девять регионов пилотных, которые и продвигают финансовую грамотность на аудитории дети и молодежь, а также взрослое население, работающее и получающее невысокие доходы. И вот в 2017 году «Кейс Игра» привезла нам вот этот чемпионат, который так назывался чемпионат по финансовой грамотности среди школьников. Который хорошо прижился. Который очень хорошо прижился. Он состоит из двух частей. Первая часть – это финансовые бои, где детки решают задачи финансовые. И вторая часть – это коммуникативные бои, где они отстаивают свое мнение. То есть каждый год этапы, в принципе, одни и те же. Одни и те же. Вопросы разные. Темы остаются примерно одни и те же. Это финансовая безопасность, личные финансы, страхование, инвестиции. То есть все практические темы, которые относятся к пониманию того, что такое финансы и как они работают. Ну, немаловажным вопросом, конечно, является банковский сектор. То есть дети даже у нас разбираются в том, что такое кредит, что такое депозит. Могут рассчитать сложные проценты. Ну, пока взять не могут, потому что возраст еще не позволит. Но уже знают, да. И мы провели этот чемпионат среди всех школ. Ну, не всех. У нас Ставрополь в основном был задействован в 2017 году. И Невиномыск. А когда уже в 2019 году затеяли нам всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, то Ставропольский край стал у нас одним из регионов. То есть во всероссийском чемпионате играют 15 регионов страны. И это достаточно интересно. Затевалось это как такой чемпионат на выбывание. В Ставропольском крае сначала поиграли у нас в эту игру школы. Посоревновались между школами. Потом посоревновались муниципалитеты. Потом, когда круг сужался, у нас осталось 9 городов, из которых выбрали 3 самых таких сильных, крепких, финансово грамотных. Это был Ставрополь, Невиномыск и Кисловодск. И вот эти вот ребята, конечно, уже к тому времени произошел кризис наш пандемический, который заставил нас выйти онлайн. И финал у нас проходил онлайн. Мы встречались на экранах своих компьютеров, но это не снизило накал страстей. И вот после... Ну а в финале мы еще поговорим. Сейчас давайте пока познакомимся с начальными этапами. То есть твоя команда, Дань, прошла абсолютно все этапы. Это и школа, муниципалитет, город, край, и вот вышли на Россию. Как собиралась эта команда? 8 человек плюс 1 запасной, правильно? У каждого свой фронт работы. Расскажи о своей команде. Ну да, наша команда, команда школы номер 6 города Ставрополя, состоит сейчас из 8 человек, 6 из которых являются основным составом, а 2 запасных. Да. Все дети довольно разные. Каждый не обязательно хочет связывать свою жизнь с экономической составляющей. То есть, например, наш класс, он физико-технологический, поэтому у нас уклон у ребят идет на физическую, на предмет физики. Вот. Но все же некоторые дети заинтересованы в чемпионате, не только потому, что это им пригодится при поступлении, но и также будет полезно в течение своей жизни. В нашу команду входят... Можно я назову пофамильную? Да, конечно. Я думаю, им будет очень приятно. Я Михайлов Данил, Фоменко Андрей, Духовный Георгий, Ивченко Илья и Качиева Инга. Это наш основной состав. И в запасной входят Фенаелиди Ольга и Остапчук Анастасия. Наша команда сейчас имеет такой состав, но в течение всего чемпионата у нас были некоторые изменения. Вот я, например, пришел только после школьного этапа. Во время проведения чемпионата в школе я не мог присутствовать, и поэтому меня замещали. И я присоединился только к муниципальному этапу. Да, школьный этап у нас прошел довольно просто. Хватило знаний, которые мы имели при себе. Не пришлось особенно готовиться. А вот дальше мы уже работали как команда. Каждый отвечал за свои какие-то аспекты. И не обязательно кто-то должен был выполнять... Ну, никто не выполнял одинаковую работу. Ну, вот самые основные аспекты. Вот, к примеру, ты ответственная за это. Настя ответственная за то. Да, у меня были задачи. Я математик, я хорошо считаю, все такое. И поэтому я мог спокойно решать финансовые задачи, независимо от их сложности. Настя у нас более коммуникабельный человек. Ей было проще найти информацию какую-то в интернете, в книгах. И потом уже консультировать нас по каким-то вопросам в коммуникабельных боях. А вот когда уже вышли на город, сколько команд было? Это, получается, со всех школ по команде, правильно? Ну, насколько я понимаю, это муниципальный этап. И приезжали даже дети со всего района. Ну, конкуренция сложная была? Серьезная? Ну, мы готовились, и поэтому нам было несложно, скажем так. Если бы нас просто закинули туда, то да, было бы гораздо сложнее. Я думаю, Даниил скромничает. Потому что они бились очень серьезно. И конкуренты были серьезные. У нас приезжала команда из села Московского. Это были восьмиклассники. Но вы знаете, вот восьмиклассники, согласись, вот они тогда показали высший класс битвы, несмотря на то, что вот они не... Мы считали, что они не совсем взрослые для такой игры, а они считали, что они подготовились очень серьезно. И они определенный этап какой-то выиграли у нас. Ну, вот расскажите, какие самые основные темы, ну, как мы отметили, кредиты, да? Вот что ты знал, что не знал, что полезно стало для тебя, интересно и новое? Ну, если мы говорим только о кредитах, то я... Все возможно. Вот что было задействовано? Ну, я узнал много про инвестиции, например. Я с этим не сталкивался в реальной жизни. И эта информация была новой для меня. Я узнал, какие бывают вклады, какие бывают кредиты, то же самое. Ну, то есть там же еще система расчета процентов бывает разная. И система выплат тоже. Я вот этого всего, ну, не погружался в эту тему до чемпионата, потому что, ну, я с этим и не сталкивался в жизни, скажем так. Вот. Но мне, я думаю, это будет полезно в жизни все-таки. Но все-таки свою жизнь с этим-то связывать вот в профессиональной точке зрения не хочется. Нет, в профессиональной точке зрения я хочу все-таки с другой сферой связать свою жизнь. Ну, вы знаете, финансовая грамотность, она же и не касается профессиональной сферы человека. Она касается личного финансового планирования. И мы всегда нацеливаем и наших детей, и наших взрослых, которые на занятиях присутствуют, что финансовая грамотность касается того, как вы управляете своей жизнью. Потому что для того, чтобы достичь какой-то финансовой цели, в общем-то, наша жизнь, она и состоит из таких мелких или крупных финансовых целей, к которым мы идем постепенно. И чем дольше мы формируем эту цель, и чем дольше мы к ней идем, тем она ценнее для нас. Ну, хотя сейчас все хотят все быстро, срочно и прямо моментально. Поэтому мы видим такую ситуацию, когда люди закредитованы достаточно сильно. И, казалось бы, на эту конкретную финансовую цель человек мог бы и накопить денег, а он хочет ее прямо срочно и сейчас и берет под это кредит. Насколько это оправдано? Решать, конечно, самому человеку. Но мы видим, что все-таки в настоящее время следует уделять внимание тому, чтобы люди не просто жили от зарплаты до зарплаты, а чтобы они планировали эту свою жизнь, чтобы они видели, куда направляются эти средства, и где нужно привлекать дополнительные какие-то средства в качестве заемов или кредитов, а где и совершенно не нужно, и они справятся самостоятельно. На самом деле очень важно со школьной скамьи именно это внедрять. Вот, к примеру, если бы мне сказали, там, в восьмом классе, как вот, сила Московская, там, вот у тебя будет ипотека, там, либо еще что-то. Я бы думал, что? Подождите сейчас, вот, давайте по порядочку поподробнее. Ну, как бы, у нас такого не было, да? Я думаю, у вас в школе такого не было. А вот сейчас, да, наоборот-то такое есть. Скажи, пожалуйста, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, по каким критериям вообще выбирается? Ну, команда и победителя. То есть есть жюри. Есть жюри. Вот они смотрят на то, 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 то это. Вот на что? Ну, вы знаете, я вот была в составе жюри, и достаточно сложно было оценивать, как выступали дети, потому что они все были блестящие. Они абсолютно все были умные. И иногда, когда мы готовились к тому, чтобы жюри решали эти задачи, мы задавали друг другу вопрос, члены жюри, как они это решат. Неужели они знают вообще, о чем они будут говорить? Потому что задачи были достаточно сложными. И вот когда мы смотрели на коммуникативные бои, объяснить нужно, что командам дается тема. Одна команда выбирает тему, а другая выбирает позицию по этой теме. И не всегда позиция команды совпадает с позицией того, что этот человек на самом деле испытывает. Ну, то есть, условно говоря. Вот такой вопрос. Вы считаете ли вы правильным давать ребенку деньги за исполненную работу по дому? Вот вопрос. Может быть позиция да, а может быть и нет. Но нужно отстоять ту или иную позицию. Неважно, согласен ты с ней или нет. И поэтому для жюри аналогичная была ситуация. Неважно, как мы чувствуем свои собственные познания в этой сфере, или как мы стоим, на какой позиции да или нет, мы обязаны оценивать, как человек выступил, как он себя показал, как он слышал своего соперника, оппонента, и какие аргументы он приводил веские или просто так, чтобы что-то сказать. Поэтому вот коммуникативные бои, они были не только сложны выступающим, но и сложны для оценки жюри. В решении задач здесь было немножечко, может быть, и проще, потому что есть правильный ответ и есть неправильный ответ. Но задачи усложнялись с течением времени, с течением туров, потому что на школьном этапе это были задачи попроще, на муниципальном посложнее, а сейчас на всероссийском уровне это задачи высшей сложности, мне кажется. Правда, Данила? Хотелось бы немного рассказать про подготовку как раз к задачам. То, что для начала я хотел бы сказать, что у нас руководитель Эмма Александровна, он в первую очередь отличный учитель и хороший человек, а во вторую очередь уже наш наставник. Она очень помогала нам с подготовкой. В основном она организовывала нашу деятельность. Благодаря ней мы смогли собраться и работать друг за дружкой в команде. Задачи сначала были на первых этапах попроще. Уже к региональному этапу мы столкнулись с трудностями. Во время всей подготовки Эмма Александровна нас поддерживала. Хотелось бы выразить ей большое спасибо за это. Нам повезло, что именно она наш учитель, потому что она как бы с нами на одной волне, можно так сказать. Она довольно молодой педагог, педагог-психолог, и мы хорошо с ней сработались сразу же с первых дней. По подготовке к региональному этапу мы довольно много изучили литературы. Литературу тоже нам предоставляли со стороны школы. Также нам помогали с подготовкой, то есть не заставляли нас приходить на уроки. То есть мы не должны были оставаться после уроков только, но мы в том числе еще и занимались во время занятий. Учителя шли, все учителя шли нам на уступки, и благодаря этому, я думаю, мы сейчас как раз здесь, на этом этапе. Все помогли. Насчет задач. Там задачи сейчас, которые нам выслали, уже идет подготовка. Там довольно-таки высокий уровень сложности, и я уверен, что не каждый взрослый их может решить. И это, я говорю не о финансовых каких-то задачах, где посчитать просто нужно, а вот именно задачи с позициями коммуникативные. Ну вот, к примеру, к примеру, какая? Ну, там много задач есть с модулем инвестиций. Не так сказал. Там есть много задач, которые рассказывают нам про инвестиции, и в них есть отсылки на источники рынков Forbes, например. Это очень, я считаю, глубокие знания, и поэтому так сразу не ответить на них. Подготовиться нужно вообще прям колоссально. Больше того, эти задачи не имеют решения правильно-неправильно. Они могут быть правильны при одном условии и неправильны при другом условии. То есть это вот высшие сложности. Затрагивали такой фрагмент, как переход в онлайн-формат. Вот скажи, пожалуйста, когда вот все, перешли, с какими трудностями столкнулись, и какой этот был переход? Да, переход... Все по скайпу общаются, так, ребята, вот задача давайте разберем. И, соответственно, уже на этапе конкурса. Да, переход был довольно резкий, мы не ожидали такой ситуации. То есть это довольно усложнило нам всю работу. То есть то, что мы обсуждали вживую, то, что мы общались друг с другом, могли что-то узнать, это все усложнялось ситуацией. Ну, согласись, добавляло азарт какой-то. Ну да, немного хотелось победить, и каждый работал уже над своим блоком. То есть это немного усложнило в том плане, что мы стали не как единая команда, то есть мы не работали все вместе в школе, а приходилось как-то друг с другом коммуницировать на расстоянии. Вот это вот по-настоящему сложно. А сейчас, дорогие наши друзья, предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент, что думают другие участники команды по поводу онлайн-формата. Здравствуйте, я Крепджинин Давид, участник команды «Боусош-6» города Ставрополь, команда, которая будет представлять Ставропольский край на федеральном этапе соревнования по финансовой грамотности. Что хочется сказать именно по самому онлайн-турниру по финансовой грамотности, да и в целом по всему турниру, который проходил ранее, это было... Поначалу было сложно и необычно, потому что это наш первый такой опыт проведения подобных чемпионатов, но как только мы вникли, все узнали, было довольно-таки легко и интересно, а на онлайн-турнире, особенно на финале, было очень даже захватывающе и в некотором моменте даже весело, так что всем, кто будет участвовать в нем в следующих годах, в дальнейшем, я хочу пожелать удачи, всем советую по возможности участвовать в нем, так как это невероятный опыт, который вам пригодится не только в этом турнире. Итак, плавненько перейдем к финалу, который тоже пройдет в онлайн-формате уже в сентябре месяца. Участвуют 15 регионов. Я правильно понимаю? 15 регионов со всей нашей страны. Какая у вас идет подготовка? Ну, подготовка... Ну, вот она чем-то отличается от регионального, муниципального этапа? Да, конечно, отличается. Нам пришлось привлекать знакомых каких-то, чтобы с очень сложными какими-то... Как выразиться? Элементами, да, задачи, чтобы нам как-то помогли, потому что там задачи идут уже не настолько правильно, неправильно, ну, то есть не настолько на проверку верности решения, а насколько вариативности конкретно, как можно избежать, например, чего-то, или как можно... Как выкрутиться из какой-то ситуации, скажем так. Вот, и это довольно-таки сложно, чтобы найти правильное решение в такой задаче. Нам пришлось некоторые данные искать в интернете, то есть гораздо больше информации нужно в этом блоке сейчас. А скажите, пожалуйста, вот на федеральном этапе, на финальном этапе такие же направления? Это коммуникативные и финансовые? Да. Все то же самое, только другой состав жюри? Да, другой состав жюри, другие задачи, другие задания для коммуникативных боев. Именно поэтому мы и намерены провести такую предварительную хорошую подготовку нашей команды и привлечь специалистов, которые смогут помочь ребятам показать эти задачи с точки зрения взрослого. Потому что, как вы видите, здесь уже не просто учебник математики включается элементарный, это просто задачи из жизни. Вот как мы бы с вами решили эту задачу, и выиграли бы или проиграли бы, для нас это жизнь. А вот для ребят сейчас это будет именно верное или неверное решение задачи. Но я думаю, что это именно и поможет им в дальнейшей жизни увидеть, как все-таки развиваются события. Они могут идти по положительному сценарию, а могут идти и по другому негативному сценарию. А кто составляет все эти задачи? То есть это же не так, когда мы в интернете скачали задачку. Да, организатор давал задания в учебные заведения и другим подрядным организациям, которые и выполняли это задание на формирование учебников, задачников, я бы так их назвала, для различных этапов. И для школьного, и для регионального, и для всероссийского. Ну, на победу настроен? Ознакомился с списком 15 регионов-конкурентов? Ну, мы примерно знаем, кто будет. Кто там посильнее, кто послабее, с кем можно побороться. Хотелось еще рассказать о грустном, потому что нельзя не сказать о грустном, говоря о очень интересном. Сценарий проведения всероссийского чемпионата он был задуман как яркое времяпровождение 15 регионов в лагере Орленок. Но современный мир внес свои поправочки. Но современный мир внес свои поправочки. И поэтому, к сожалению, никто из регионов не сможет попасть вот в эту тематическую смену. Но мы надеемся, что все регионы, в том числе и наш, попробуют найти решение этой проблемы. Данил, а скажи, пожалуйста, вот тебе сейчас сколько лет? Мне сейчас полных 16. Полных 16. Как-то непривычно. Говорят, ну 16 или 16? Полных 16 лет. Хорошо, вот ты 16-летний паренек такой, симпатичный, хороший. А вот, к примеру, за обеденным столом, ужин, к примеру, с родителями, ты включаешься в какие-то финансовые вопросы, семейные? Ну да, я немного больше узнал о финансовой грамотности. И я теперь могу как бы помочь родителями с какими-то решениями. Ну да, конечно. Ну, к примеру, какие? Ну, не хотелось бы раскрывать все карты. Секретики. Мама, все, мы не раскрываем никаких секретов, не переживайте. А вот когда этот этап наступил? То есть вот как ты решил со своей командой участвовать в этом конкурсе, поэтому такой, вот, дай я тут разбираюсь, сейчас я вам помогу. Мампап, все не так. Я думаю, да, перед муниципальным этапом подготовка шла очень активно, мы изучили много литературы, и мы могли уже, мы были своего рода специалистами. Эксперты. И есть эксперты. Ну, вот еще немного твоего личного. Ну, к примеру, у тебя сейчас есть твои какие-то сбережения? Либо там банковская карта? И вот какие-то ты там действия проводишь, и ты знаешь, что да, я делаю правильно, я делаю грамотно, и в будущем мне это там пригодится. Ну, пока нет, но есть в планах, скажем так. После финала, да, как раз? Как команду будете собирать, поддерживать уже на федеральном уровне? Ну, сейчас есть в планах поддержать команду в подготовке, и для этого мы привлекаем и членов жюри, которые уже имеют опыт в решении задачи, видели, как ребята высказывают свои суждения и свое мнение в коммуникативных боях. Поэтому я думаю, что вот до самого федерального этапа мы найдем время и возможность, и, во-первых, может быть онлайн, если обстановка позволит, то и оффлайн встречаться и готовиться к этому турниру. Ну, вот понятно, вот ребята, да, они уже ближе к старшим классам, старшеклассники, но вот на ваш взгляд, с какого возраста вот все, пора, пора знакомить детей с финансовой грамотностью? С 5-го класса, с 6-го класса, с 7-го класса. Вот где этот этап, когда потихонечку нужно давать эти знания? Не так, что вот держи 100 рублей, иди купи себе мороженое, вот это вкусное, тебе хватит. А вот чтобы он сам планировал там в своей голове? Ну, здесь тогда нужно задать вопрос, где? В семье или в учебном заведении? Потому что, если мы говорим о финансовой грамотности в семье, то она начинается уже с того момента, как ребенок получает в руки первую монету. И он спрашивает, что это? Вот знакомство с деньгами, это уже начало финансовой грамотности. И в детском саду, в Ставропольском крае, мы применяем определенные методики, игровые в детских садах. Это по программе «Приключения кота Белобоки», где ребята узнают, что такое труд, почему он вознаграждается деньгами, и как этот кот Белобок поступает с этими деньгами, правильно или неправильно. Они где-то учатся на этом. С другой стороны, у нас в Институт образования недавно выпустил замечательную такую брошюру. Учимся на примерах финансовой грамотности сборей. И это список, вернее, не список, а, наверное, такая подборка неправильных советов, которые изложены в стихотворной форме. И она доступна и родителям, и воспитателям детских садов. И на примере вот этого мальчика, который задает вопросы, который изучает какие-то моменты, связанные с финансами. Дети могут рассудить, правильно ли поступил этот персонаж или нет, и как я буду поступать в этом случае. Поэтому я думаю, что чем раньше, тем лучше, но у каждого свой уровень. То есть мы в детском саду не будем рассказывать, что такое инвестиции сложные, и как к ним подходить. Скорее всего, это будут элементарные знания о деньгах. Но чем старше, тем глубже. Ну вот если брать в целом Ставропольский край, возвращаясь обратно к конкурсу, сколько человек вовлечено? То есть не так, что вот конкурс, нужно поучаствовать, ты активный, давай-ка участвуй. Вот сколько человек кому интересно, сколько школьников? Есть такие, которые нет? Я не понимаю, я не пойду. Ну, конечно. Я думаю, что все команды, которые были сформированы, даже на школьном этапе, говоря о чемпионате, о вот этом, который идет. Это были исключительно дети, которые сознательно хотели участвовать в нем. Не было таких, которых заставляли. Если их заставляли, они отсеивались прямо на первых этапах, даже подготовки. Оставались самые сильные, которые были заинтересованы в этой теме. Я поняла. Спасибо вам большое за беседу, что уделили нам время. Данил, тебе желаем и твоей команде удачи. Удачи на федеральном уровне, на финальном этапе. Держим в сентябре за вас кулачки. Уважаемые наши друзья, я еще раз напомню, у нас в гостях региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения Ставропольского края Надежда Ивана Герасименко и капитан команды победителя регионального этапа Данил Михайлов. Спасибо большое. Вам хорошего дня. Спасибо. Ну что же, друзья, страхование, банковские услуги, распределение семейного бюджета. Не бойтесь вовлекать в эти вопросы детей. Им интересно. Им пойдет это на пользу. И самое главное, у них получается в этом разбираться. Это была программа Актуальное интервью. Увидимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин